Добрый вечер, это новости на телеканале Хабар. Переговоры в Баку на полях первого саммита СПЕКа. Касымжом Артукаев и Ильхам Алиев обсудили вопросы сотрудничества. Какие темы стали наиболее приоритетными? Строим будущее. Больше миллиона казахстанцев уже через пять лет станут обладателями нового жилья. О том, как еще реализуются цели, обозначенные в предвыборной программе президента, расскажем через пару минут. Выгодно всем, как работает социальное предпринимательство в Казахстане и какую пользу приносит общество. Эксперты обменялись опытом на первом центрально-азиатском хурултае. Начнем с главной новости. Хасымжом Артукаев принял участие в первом саммите специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии. В этом году Азербайджан председательствует в ней, поэтому встреча проходит в Баку. Ее основная тема – преобразование региона СПЕКа в центр соединяемости с глобальным охватом. Напомню, наша страна является инициатором создания этой уникальной программы. И выступая на сегодняшнем саммите, Хасымжом Артукаев отметил, что СПЕКа стала эффективной платформой для расширения регионального сотрудничества. Подробности у НЗГУЛ Кумыспаевой. Это первый саммит СПЕКа с участием глав государств и проходит он в этом здании. Это культурный центр Гейдара-Алиева. И это символично, потому как архитектура этого центра напоминает волны Каспийского моря. Каспия, которая открывает для многих стран Центральной Азии пути и маршруты для продвижения новых логистических и транзитных решений. Развитие транскаспийского международного транспортного маршрута и строительство волоконно-оптической линии связи, которые прокладывают по дну Каспия, обсуждали сегодня перед самим саммитом СПЕКа Касымжом Артукаев и Ильхам Алиев. Президент поздравил Азербайджан с обеспечением территориальной целостности страны в соответствии с международным правом на и резолюциями Совета безопасности ООН. Это стало возможным благодаря вашему сильному руководству дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета вашей страны в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие. Сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей линии, появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, фактически соседями через Каспийское море. Ильхам Алиев в свою очередь поблагодарил Касымжа Мартукаева за участие в саммите. Спасибо, Касымжа Мартукаев, за то, что принимаете участие в этом мероприятии. Мы считаем, что это хорошая возможность обсудить вместе вопросы нашего будущего взаимодействия в каждустороннем, так и в многостороннем формате. Мы хорошие друзья, братья, партнеры. Поэтому за последние годы наглядно видна динамика контактов и между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Говорили главы государств также о реализации перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии, а также об увеличении поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана. В этом году в этот порт впервые была поставлена казахстанская нефть. Ее сюда, в Баку, из Актау доставили танкерами по Каспийскому морю. Дальше наша нефть пойдет по железной дороге в Грузию и Турцию. Таким образом, новый маршрут Актау, Баку, Тбилиси, Джейхан стал еще одним важным и альтернативным маршрутом. И, кстати, не только для транспортировки нашей казахстанской нефти, но и других товаров с пометкой «Made in Kazakhstan» на мировые рынки. А это новые поставки, новые товары и новое поступление денег в нашу страну. По этому маршруту уже экспортировали на мировые рынки 7 тысяч тонн казахстанской нефти. А до конца года через этот порт планируют отправить еще как минимум полтора миллиона тонн. В Азербайджане мы уже, это как первая прикаспийская страна, вообще этот пионер, этот нефтодобычный в мире, у нас уже закат. Например, в этом году мы только 30 миллионов тонн нефти будем добавлять. А вы представьте, в 2030 году это будет, наверное, 22-23, все вот так. А пропускная способность, пока в весе джейхан, это 1,2 миллиона баррелей в сутки, то есть 60 миллионов. А чем отличается Казахстан от Азербайджана? Сейчас вы свыше 90 миллионов тонн добываете, и у вас в перспективе вообще по проекту, вы вообще это должны увеличить до 120 миллионов тонн. Если это создать инфраструктуру, все вот это, меняешься в мире, договориться, все вот так, я думаю, нет никакой проблемы. 30 миллионов тонн нефти вообще транспортировать через Баку, таблиц и джейхан. В этом году Азербайджан председательствует в саммите СПЕКа. Для участия в нем в Баку прибыл не только наш президент, но и главы государств Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также на саммите присутствуют представители Грузии, Венгрии и ряда международных организаций. Встреча коллег, крепкие рукопожатия и фото на память. Касым Жумар Тукаев в своем выступлении отметил, что регион сегодня играет огромную роль в развитии диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов. Глава государства полагает, что страны СПЕКа стали континентальным мостом между Европой и Азией. Наряду с этим большое значение имеет сотрудничество в сфере экологии. Также Касым Жумар Тукаев сообщил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Отмечу, что СПЕКа создана по инициативе Казахстана. Одна из главных задач которой интеграция стран Центральной Азии в экономику Европы и Азии. Это очень важно в свете непростой геополитической обстановки в мире. Само мероприятие говорит о том, что страны СПЕКа собрались здесь, чтобы помочь друг другу еще больше интегрироваться в экономику мира. Данная программа работает под эгидой ООН и в целом координируется Европейской экономической комиссией. Это одна из комиссий ООН. И ЭСКАТа тоже другая экономическая комиссия, которая направлена на экономическую диверсификацию в Азии, в Тихоокеанском регионе. За данные годы программа хорошо развилась. И в прошлом году Казахстан председательствовал, в городе Алматы проходил координирующий совет, на котором был обсужден ряд вопросов. В том числе это создание секретариата СПЕКа и создание фонда. Саммит СПЕКа еще продолжается. На его полях выступят все главы государств. Более миллиона казахстанцев станут обладателями нового жилья к 2029 году. Такую цель в своей предвыборной программе год назад обозначил глава государства. С января в разных регионах построили свыше 13 миллионов квадратных метров. Десятки многоэтажек прямо сейчас возводят на востоке страны. Государственным жильем там планируют обеспечить сотни семей. Кроме того, в регионе реализуют 25 крупных инвестпроектов на 700 миллиардов тенге. О главных из них расскажет Вячеслав Витлугин. Вот, наконец-то наступил тот день, когда мы открываем двери своей квартиры. Мать шестерых детей Назгуль Аделканова из Усть-Каменогорска показывает пока аренную, но все же свою квартиру. 9 лет многодетная семья скиталась по родственникам. Собственной жилплощади не имели. Сейчас Аделкановы, по сути, снимают жилье у государства за довольно скромную сумму. В масштабах республики темпы строительства арендных квартир планируют ежегодно увеличивать на 200 тысяч квадратных метров. То, что арендная оплата, она 15 тысяч в месяц мы оплачиваем, она по сравнению с тем, что со съемным жильем намного в 10 раз и более дешевле выходит. Действительно, большая стройка на востоке только начинается. В городах и районах возводят 83 высотки. Больше 500 квартир выделят многодетным и малообеспеченным семьям. Еще 325 домов получат жители приграничных районов области. Так их стимулирует не покидать села. Уровень жизни в отдаленных населенных пунктах поднимают с развитием медицины. Даже сельские окраины до конца года обзаведутся современными медицинскими пунктами. У нас в селе открыли медицинский пункт. Для нашего района он очень важен. Ближайшая амбулатория была очень далеко отсюда. У многих не было возможности добраться до ближайшего медпункта. Раньше пенсионеры из села Казачья на прием к врачу ездили на попутках. Шли несколько километров пешком. Теперь же медпункт на соседней улице. До этого населения села Казачья нужно было идти в Герасимовку. Он находится в одном километре от нас. Это было очень сложно для населения. Сейчас им очень легко. Могут прийти в любое время. И приемы, и процедуры могут проводить здесь. Уже на уровне правительства решается вопрос с подъемными для сельских врачей. Сегодня размеры пособий не превышают 5 миллионов тенге. Депутаты предлагают поднять выплаты вдвое. Кроме социальных показателей растут и экономические. 70% региональной промышленности держатся на горной металлургии. В перспективных проектах отрасли строительство двух горнообогатительных комбинатов. С возможностью переработки свыше 25 миллионов тонн руды в год. Производство меди и сверхвостребованного сегодня лития. Металлургические гиганты Востока пополняют и золотой запас страны. Из офинажного цеха это производство разрослось до завода по выпуску драгоценных металлов. Сегодня здесь ежегодно отливают 52 тонны золота и 1200 тонн серебра. Сегодня технологический процесс модернизировали до получения чистейшего золота здесь, в Усть-Каменогорске. Проект из ряда национальной экономической безопасности. В планах на ближайшие три года роботизировать плавку, облегчить труд металлургов в горячих цехах. В 2026 году будем запускать новый офинажный завод, который будет соответствовать всем последним мировым практикам. У нас будет все оборудование, весь выпуск металла будет автоматизировано. Автоматизация и расширение мощности действующих предприятий, а также создание оптово-логистических центров несыдневого сектора экономики позволит уже в ближайшие три года поднять доходную часть областного бюджета на 22 миллиарда тенге. Вячеслав Витлугин и Жигер Бабаканов, Усть-Каменогорск, Хабар. Подробнее о масштабной работе по модернизации инфраструктуры и развитию регионов поговорим в нашем ток-шоу «Итоги». Сразу после выпуска новостей оставайтесь с нами. Город Алатау в Алматинской области станет новой визитной карточкой Казахстана. Реализацию проекта обсудили на совещании в правительстве под председательством премьер-министра. Согласно плану, город должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций международным бизнес-хабам, работающим по высоким мировым стандартам. Рассматривается возможность внедрения на его территории особого правового режима, в том числе права МФЦА. Алихан Смаилов подчеркнул, при реализации проекта нужно учесть международный опыт и использовать меры поддержки, которые показали наибольшую эффективность. Помогать людям с помощью бизнеса на первом центрально-азиатском Курултае социальных предпринимателей обсудили не только эту тему. Повестка была весьма обширной. К примеру, эксперты использовали площадку для обмена опытом и продвижения инноваций, а также могли узнать о механизмах финансирования своих инициатив. Раньше в одном месте лидеры социального предпринимательства из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана не собирались никогда. Мой коллега Ратмира Абакир расскажет подробнее. Социальным предпринимательством Сабина Бесенова занимается уже чуть больше года. Однако в начале своего пути она и не подозревала о существовании такого термина. Её бизнес направлен на дошкольное и инклюзивное образование. Детские сады, дошкольные учреждения. Сейчас, например, смотрите, есть сады, в принципе, чуть ли не все, у которых есть, например, кабинеты Монте-Сори, именно для особенных деток. У многих, например, детских садов нет возможности занимать большие площади. У нас есть штабулируемые кровати, которые прекрасно собираются друг на друга и занимают довольно-таки меньше места. Также у нас относятся к стульчикам, например, к столикам. То есть также любую можно мебель сделать именно штабулируемой или сборной. Благодаря социальному предпринимательству открываются новые возможности для трудоустройства, в том числе для уязвимых слоёв населения и людей с особыми потребностями. В социальном плане с нами сотрудничает очень много общественных фондов. И ещё тот момент, что мы работаем с уязвимыми условиями населения, это наши матеря, это не даёт, многие думают, что мы занимаемся благотворительностью, но это не так. На самом деле они очень трудолюбивые, так как у них есть дети, они более-таки мотивированные и никогда ни разу нас не подводили. Первый центрально-азиатский Курултай в Астане охватил около 300 участников. При этом помимо отечественных предпринимателей сюда приехали лидеры социального бизнеса из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Они поделились опытом своих успешных проектов. Надеемся, что этот форум станет постоянной и эффективной площадкой для благотворного сотрудничества социальных предпринимателей Центральной Азии. В то же время уверен, что потенциал социального предпринимательства в нашей стране намного выше. Конечно, для этого еще многое предстоит сделать, в том числе части совершенствования и исполнения законов. В Казахстане зарегистрировано более 600 социальных предпринимателей из прошлого года. Они официально могут получить поддержку от государства в виде налоговых льгот, грантов по определенным программам и оплаты аренды помещений для бизнеса. Помощь им также оказывают и негосударственные компании. Ратмира Убакира, Мажел Байгазин, Хабар. 200 километров дорог областного значения планируют отремонтировать до конца года в области ЖТСУ. В результате их доля в хорошем и удовлетворительном состоянии там достигнет 93%. Об этом на брифинге СЦК заявил глава региона. По словам Бейбита Исабаева, строительство нескольких дорог, ведущих к побережьям Алаколя и Балхаша, полностью завершат к концу 2024 года. В следующем году начнется строительство инженерно-коммуникационных сетей на побережье озера Балхаш. С 2025 года начнется строительство зон отдыха и гостиниц. В целях развития экологического туризма в текущем году на территории национального парка Алтын-Эмель построен визит-центр стоимостью 2 миллиарда тенге. Вместе с тем разрабатывается проектная документация по строительству лыжно-биатлонного комплекса. Также в области ЖТСУ хотят построить крупный металлургический комбинат мощностью 860 тысяч тонн медного концентрата в год. Стоимость проекта превышает триллион тенге. На предприятии планируют создать более 2000 рабочих мест. К его возведению приступят через год. Еще 32 миллиарда тенге направят на развитие АПК. Отмечу, в области действуют 120 предприятий по переработке сельхозпродукции, которые с января произвели ее на 70 миллиардов тенге. В этом году впервые в республике область ЖТСУ занимает четвертое место по объему собранных зерновых культур. В ближайшие 2-3 года в области есть все возможности достичь одного миллиона. Кроме того, простаивающий три года Аксусский сахарный завод прошел полный ремонт и в этом году снова начал работу. До конца года планируется произвести 42 тысячи тонн сахара. В семь раз увеличили объемы финансирования объектов теплоснабжения в Костанайской области. Об этом на брифинге СЦК сообщил глава региона Кумар Аксакалов. По его словам, в области самый высокий по стране показатель износа сетей. Местами он достигает 90%. В этом году его удалось снизить на 2,5 пункта. Для этого реализовано 19 проектов по реконструкции сетей теплоснабжения. На это ушло порядка 14 миллиардов тенге. Особое внимание уделили ремонту объектов в Рудном, Аркалыке и областном центре. Во исполнение предвыборной программы президента республики Казахстан до 2029 года будет продолжена работа по снижению износа сетей теплоснабжения до 43% в год. Реализация данных проектов позволит снизить износ еще на 1,2%. Также глава региона рассказал об основных достижениях Костанайской области. Объемы промышленности выросли на 16% и составили 2 триллиона тенге. Рост обеспечен увеличением производительности в сферах машиностроения, изготовления продуктов питания и напитков. Кроме того, скоро в регионе появится полноценный автозавод «Кия». Это первое предприятие, инвестируемая компанией за пределами Кореи. Ожидается, что автомобили начнут сходить с конвейера летом 2025 года. Мощность завода 70 тысяч машин в год. Объем инвестиций составит 90 миллиардов тенге. Мощность 70 тысяч автомобилей в год. Будет создано 1500 новых рабочих мест. Также начинаем строительство локализационного центра по производству автокомпонентов. Стоимость 13 миллиардов тенге. Креативная индустрия способна приносить значительные доходы государству и стать новой отраслью экономики страны. Об этом говорили на ежегодном форуме «Креативная Центральная Азия», который проходит в Алматы. Более 100 арт-менеджеров и экспертов из России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Кореи обсуждают перспективы и пути развития этой сферы, которая может стать движущей силой для всего региона. В этом году в орбите делегатов сферы кино, музыки, образования, фэшн-индустрии и IT-сектор. Креативная индустрия основана на интеллектуальной деятельности. Все это возможно монетизировать, считают участники форума. Сегодня уже определены виды бизнеса, которые относятся к креативной индустрии и могут пользоваться господдержкой. Алматы является одним из центров креативных индустрий. В целом мы видим увеличение субъектов МСБ в креативном секторе. У нас идет рост хороший. Сейчас у нас основная задача – это инфраструктурная поддержка креативных предпринимателей, финансовые и не финансовые меры. В прошлом году у нас была создана первая организация, которая занимается развитием креативных индустрий, Центр развития креативных индустрий Алматы Креатив. В рамках данной организации вот эти все необходимые меры поддержки оказываются. Сразу две книги доктора филологических наук Сауля Тапановой и презентовали сегодня в столице. За 50 лет в сфере образования она внесла неоценимый вклад в развитие отрасли. Новые труды профессор посвятила в основном своим практикам в наставнической деятельности. Книги представили на Международной конференции по развитию журналистики и литературоведения. А ее гостями стали отечественные писатели и ученые, государственные и общественные деятели. Сегодня проходит Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию доктора филологических наук профессора Сауля Тапановой. Книги, оценивающие и рассказывающие всю наставническую и преподавательскую деятельность ученого, будут представлены в ходе сегодняшней конференции. Хочу отметить, что выпускники Сауля Есенбековны добились больших высот в сфере журналистики. И коротко о погоде. Во всех областях страны продолжает действовать штормовое предупреждение. В числе самых распространенных явлений – порывистый ветер, снег и гололед. На юге – туманы. Не обошла резкая смена климата и столицу. Астану также засыпало снегом. Весь день коммунальные службы работали в усиленном режиме и принимали меры по предотвращению образования наледи на дорогах. Несмотря на это, водители и пешеходы все равно призывают быть крайне осторожными. Если верить прогнозу, в ближайшие три дня в Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды. Атлантический циклон постепенно уходит на северо-восток. Это была вся информация к данному часу. Напомню, что наши новости доступны на официальном YouTube-канале, а также в социальных сетях Facebook и Instagram.